До конца года Управление социального обеспечения столичной администрации перейдет в новое помещение. Более удобное и безопасное для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Управление расположено на первом этаже здания. Здесь нет высоких лестниц. Предусмотрены пантусы, широкие дверные проемы без порогов. Изначально сумма, заложенная в ремонтно-восстановительная работа, составляла 9 миллионов рублей. Со слов начальника управления горстрой столичной администрации Тимура Агрба, в ходе работ сумма была увеличена для приобретения оборудования и мебели. Основная смета составляла 9 миллионов 800 тысяч рублей. В ходе работ главой администрации было принято решение о дополнительных работах. Это дополнительные помещения, установка кондиционеров, решеток. Общая сметная стоимость работ составляет 12 миллионов рублей. Работы были начаты в мае. На сегодняшний день все строительно-монтажные работы завершены. Готовится акт приема-передачи данных помещений управлением социального обеспечения города Сухом. По плану проекта большой зал, который около 250 квадратных метров, разделен перегородкой и служит приемной и архивом СОБЕСа. Здесь также 9 кабинетов, широкий просторный коридор и 3 туалетные комнаты. В том числе и для людей с ограниченными возможностями. Все помещение занимает около 800 квадратных метров. В новом здании установлена система электронного учета, что позволит людям дожидаться своей очереди в комфортных условиях. В этом здании также располагается управление образования города и очно-заочная школа. Но для СОБЕСа отдельный вход со стороны улицы Дбар. Благодаря администрации можно сказать, что данный объект был полностью отремонтирован. Благодаря Тимуру Михайловичу объект был полностью оснащен и подготовлен для проведения нашей работы. Сделан отдельный вход, подведен определенный пантус для удобства инвалидов, попадания внутрь. Заказаны новые архивные стеллажи для архива, для удобства работы архивариуса. Также заказано очень много офисной мебели. Будут установлены в коридорах банкетки для ожидания наших граждан в своей очереди. Также я хотела бы здесь обязательно вам сказать, что для всей республики это является новшеством. Ввели это именно со столицы. Будет введена электронная очередь, что намного облегчает работу наших инспекторов, наших сотрудников. Также это будет очень комфортно для наших граждан, которые будут приходить в определенный момент времени. Их будет уже ждать инспектор и не будет создавать какой-то определенный дискомфорт или неудобство для самих же граждан. Все послевоенные годы Управление социального обеспечения столичной администрации по улице Имама Шамиля доставляло массу неудобств жителям города. Во-первых, из-за его расположения, а также тем, что там не было никаких условий, чтобы пенсионеры и люди с ограниченными возможностями могли добраться до нужного им кабинета. К примеру, в старом помещении Управления социального обеспечения столичной администрации, не говоря уже о высоких ступеньках, коридоры такие узкие, что и молодой человек долго не простоит в обычной очереди. Теперь все эти неудобства уже в прошлом. Пенсионеров свыше 10 тысяч на сегодняшний день по городу Сухум. По истечению почти 9 месяцев этого года на 600 человек была увеличена рождаемость в городе. То количество многодетных семей, которые прибавились в этом году, пока год еще даже не закончился. Также в этом году хотелось бы отметить, что инвалиды нашей войны первой группы, как получали пенсию 10 тысяч, идет надбавка с июля месяца еще 10 тысяч. То есть инвалиды первой группы будут получать 20 тысяч, это как 10 пенсию и 10 пособия. Учитывая, что наши зарплаты на сегодняшний день составляют 10-11 тысяч, местами даже 5-6 тысяч, такая надбавка к пенсии является таким существенным моментом, существенной поправкой для жизни в целом. Как обещают специалисты, к тому времени, когда начнется следующая перерегистрация, всю эту процедуру пожилые люди будут проходить в новом современном помещении, в котором созданы условия для людей с ограниченными возможностями. Рината Шака, Тимур Гугохи, Александр Чернов, Абхазское телевидение.